Владимир Фисенко, украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований ПЕНТА. Владимир, здравствуйте. Да, добрый день. Владимир, начинаем вот с чего. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европейского Союза предоставить все оружие, которое она просит. Причем в срочном порядке, в ближайшие дни, а не недели. По данным Блумберг, большинство стран ЕС взяли обязательство изучить запросы на поставки танков, реактивных систем залпового огня. И эта тема сегодня обсуждается на встрече министра иностранных дел в Люксембурге. Может ли Украина рассчитывать на оперативные поставки тяжелого вооружения или европейцы снова, извините за выражение, будут жевать сопли? Ну, я думаю, что со стороны отдельных стран Евросоюза это возможно. Но надо учитывать, что Евросоюз это большое межгосударственное объединение из-за около 30 стран. И поэтому полного консенсуса здесь ожидать не придется. Есть еще одна проблема, которую надо учитывать. Даже те страны, которые готовы поставлять нам вооружение, в том числе тяжелое вооружение, они готовы это делать на условиях компенсации этих вооружений со стороны, скажем так, более оснащенных партнеров. В частности, в первую очередь, США. То есть дело не только в Европейском Союзе. Например, Словакия, Польша готовы нам поставлять, и страны Балтии готовы нам поставлять целый ряд тяжелых вооружений. Однако им нужно компенсировать, потому что они отдают это вооружение из своих резервов или действующее оружие. И им надо компенсировать современным американским или английским оружием. А это тоже требует времени и согласования. Вот это одна из главных проблем. Потому что, например, в той же Польше и в странах Балтии всерьез опасаются российской агрессии. И они не хотят оголять свои тылы. Они готовы нам помогать и помогают. Но при этом необходимо, чтобы то, что они нам отдают, компенсировалось поставками оружия со стороны США, Великобритании, и некоторых других стран, которые производят это оружие в большом количестве. Боррель, обращаю внимание на то, что это оружие нужно поставлять буквально в ближайшие дни, а не в неделе. Скажите, пожалуйста, бюрократические механизмы Европы позволят это делать оперативно? Безусловно, бюрократия и европейская, и натовская, необходимость согласования решений – это один из тормозов в оперативных поставках. Эта проблема существует. Почему я говорю, что более вероятна поставка оружия со стороны отдельных стран. Там эта проблема решается быстрее. Но я отмечу другое. Вот обратите внимание, это сказал Боррель, глава европейской дипломатии. Если бы это сказал министр обороны какой-либо европейской страны, лидер одной из европейских стран, ну мы бы это восприняли нормально. А так, главный дипломат Евросоюза. Дипломаты обычно говорят о приоритетности политико-дипломатических методов разрешения военных конфликтов. А здесь мы видим очень жесткую реакцию и призыв поставлять все, что просит Украина. Я думаю, с одной стороны здесь, конечно, сыграла эмоциональная реакция после посещения Бучи. Я думаю, что вот абсолютно правильно украинское руководство делает, когда привозят высокопоставленных зарубежных гостей в Бучу, показывает им непосредственно, какая трагедия там произошла. И в этом смысле фактор Зеленского, к которому относятся с большим уважением на Западе и в Европе в частности, он еще соединяется с фактором непосредственных эмоциональных впечатлений о трагедии Бучи. И это влияет. Второй важный момент. Также отмечу, что сейчас такая несколько парадоксальная ситуация. Ведущую роль в координации помощи Украине и вообще в продвижении различных инициатив в поддержку Украины играют не отдельные европейские страны, а руководство Европейского Союза. Лидеры Евросоюза проявляют сейчас действительно лидерскую роль. Раньше мы больше видели инициатив со стороны Германии и Франции. Они участвовали в переговорах, они влияли на принятие решений Евросоюза. А сейчас мы видим, что и руководство, первые лица Европейского Союза берут на себя, что называется, первую скрипку и стремятся подтолкнуть поставки оружия в Украине. Вот этого раньше не было. Я думаю, что это очень позитивная тенденция. Хотя, конечно, поправку на бюрократические механизмы Евросоюза, к сожалению, надо делать. Это, наверное, неизбежно. А как бы вы, Владимир, прокомментировали, раз мы уже заговорили о главе европейской дипломатии Боррелли, его слова, которые были сказаны, по-моему, вчера или позавчера, когда он заявил достаточно прямо, «Украина в этой войне победит и произойдет это военным путем». Опять-таки, это риторика, скорее, не очень дипломатическая. Обычно дипломаты используют более мягкую форму. Это, скорее, стилистика, свойственная нашему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе или послу Украины в Германии. А европейские дипломаты, как правило, используют более мягкую, действительно, такую чисто дипломатическую риторику. А здесь мы видим категоричность и, самое главное, веру в Украину, поддержку Украины. Вот это очень важно. Мы видели, например, раньше, еще до войны, очень хорошее отношение президента Зеленского с главой Европейского совета, господина Мишелина. А здесь уже мы видим, что все три главных лица Европейского союза активно на стороне Украины. И, конечно, именно они сейчас играют большую роль в координации политики санкций, в согласовании европейской политики и по отношению к Украине, и по отношению к России. Здесь действительно сделан очень большой шаг вперед. И мы видим даже, скорее, отставание лидеров ведущих европейских стран вот в такой позиции. Ну, у Макрона выборы, у Шольца, канцлеров РГ, ну, скажем так, скорее свои внутренние согласования, потому что там правящая коалиция. Ну, и Шольц тоже пытается в новых условиях, но проводить такую политику диалога. То есть, с одной стороны, помогать Украине, с другой стороны, все-таки избегать каких-то чрезмерных конфликтов в отношениях с Россией. Отсюда и проволочки с поставкой оружия, вот уже по линии Германии. Так что, тут есть проблема. Но вот то, что европейские лидеры опережают сейчас лидероподействие, я считаю, что здесь как раз работает и их эмоциональная реакция, и признание того, что Украина сейчас действительно защищает европейские ценности, это передовой рубеж в защите Европы, и, конечно же, реакция на трагедию Буча и Краматорски. Ну и также отмечу, что европейские лидеры и господин Боррель, глава европейской дипломатии, и паня Удерляем, глава Еврокомиссии, приезжали в Украину, в том числе для согласования дальнейших шагов по европейской интеграции Украины. Они привезли опросник, это такая процедурная часть для получения статуса кандидата в члены ЕС. Вопрос будет решаться летом, скорее всего, в июне, но уже мы к этому двигаемся активно. Еще два месяца назад, ну, в это трудно было поверить, а сейчас именно признание выдающейся роли Украины в отражении российской агрессии, я думаю, способствует, в том числе и европейской интеграции Украины. Раз вы уже заговорили о возможности получения Украины статуса кандидата на вступление в ЕС, как вы думаете, реально получить такой статус? И если Украина получит этот статус, как быстро она может рассчитывать на непосредственно вступление в ЕС? Ну, я бы воздержался от категоричных оценок относительно того, как быстро. Я поясню, почему. Но, еще раз отмечу, до 24 февраля речь не шла не только о статусе кандидата в члены ЕС, речь вообще не шла даже о том, чтобы зафиксировать в тех или иных документах, например, в ежегодных итоговых документах саммита Украины и ЕС, зафиксировать просто перспективу членства. То есть даже нам и не отказывали, но и не говорили «да». Вот эта неопределенность была главной проблемой в отношениях с ЕС, ну и определенный кризис программы восточного партнерства. А сейчас именно героическая активность Украины в отражении российской агрессии, я думаю, что она совершила вот этот перелом. И это влияет и на лидеров Европейского Союза, и на большинство европейских стран. Поэтому ситуация кардинально поменялась. Процесс пошел, то, чего не было раньше. Но, еще раз отмечу, здесь есть свои бюрократические процедуры. Потому что после получения статуса кандидата в члены ЕС, надо будет выполнить целый ряд требований, будет согласование, ну скажем так, оценка домашней работы Украины и так далее. Как правило, это занимает несколько лет. В ряде случаев это растягивалось на период до 10 лет. Сейчас большинство наблюдателей считают, что вряд ли будет такой длительный период. Однако, думаю, что решающий фактор того, как быстро Украина будет двигаться на пути членства в Евросоюз, это война в Украине, российская агрессия. Если нам удастся выстоять, и россияне уйдут с украинской территории, это может ускорить наше вступление в Евросоюз. При всем при том, что, конечно же, тут будет экономический фактор, финансовый, потому что все будут понимать, Украина будет нуждаться в огромной поддержке для восстановления, и Европейский Союз тогда будет на себя брать определенные обязательства. Это не всем понравится, не всем членам ЕС, откровенно об этом говорю, это тоже может стать препятствием. Но, тем не менее, пока идет война, то вряд ли стоит ожидать, что в условиях войны мы получим полноценное членство в ЕС. Вот этот фактор, к сожалению, может несколько затягивать эту процедуру. Но, тем не менее, я думаю, что это займет несколько лет, а сколько именно, зависит и от хода войны, и от того, каким образом мы будем выходить из этой войны. Давайте, Владимир, с вами слегка пофантазируем. Представим, что Украина получила кандидатство в члены ЕС, победила в войне, провела реформы, стала членом ЕС. Возможный прием в Евросоюз как-то может приблизить членство в НАТО? Раньше, как правило, было наоборот. В 90-е годы, в начале 2000-х годов сначала ту или иную страну принимали в НАТО, и это тоже стимулировало процесс реформ, внутренних реформ в той или иной стране. А потом уже страна становилась членом Евросоюза. Кстати, вот отмечу очень важный момент. Ведь членство в Европейском Союзе, как и членство в НАТО, это не самоцель. Вспоминая известный анекдот, для нас важны не шашечки, не просто формальный статус членства в Евросоюзе или в НАТО, а то, что это нам дает. Вот если членство в НАТО, оно дает нам гарантии безопасности, с чем пока, к сожалению, проблема. И мы видим, что НАТО не готова брать на себя такой риск в условиях войны с Россией. Вот здесь проблема. С Евросоюзом другое. Как правило, европейская интеграция, даже путь движения в сторону ЕС, вот даже в статусе кандидата в члене ЕС, это ускоряет реформы в той или иной стране, которая претендует на членство. И главная функция, главный смысл европейской интеграции в том, что это инструмент модернизации. Модернизация политической, правовой, экономической, социальной. Это подтягивание страны до стандартов Евросоюза. Вот это самое главное. Поэтому даже до членства в ЕС все эти процедуры европейской интеграции, они будут стимулировать, ускорять разнообразные реформы в Украине. Как, кстати, это происходило и с внутренними процессами в Украине, после подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, даже вот это ассоциированное партнерство тоже стало стимулом. И, кстати, мы тогда получили безвизовый режим, после этого, опять-таки, в обмен на антикоррупционные реформы, чтобы стимулировать процесс реформы в Украине. Я думаю, что что-то подобное будет происходить и в статусе кандидата для Украины. Поэтому важна именно модернизация, процесс обновления, ускорения внутренних и демократических, и социально-экономических изменений в Украине. На днях Владимир Зеленский сказал, что у Украины нет другого выбора, как садиться за стол переговоров с Россией. При этом президент Украины подчеркнул, что идея провести переговоры лично с Владимиром Путиным также актуальна, даже после Бучи и Краматорска. И в который раз я снова и снова задаю эти вопросы. Есть ли необходимость в такой встрече, и имеет ли вообще смысл проводить какие-то переговоры с путинским режимом? Ну, во-первых, проводить или не проводить переговоры. В любом случае, рано или поздно, из войны придется выходить. Каким образом? Ну, есть два базовых сценария, я не буду вдаваться в чрезмерную детализацию, потому что вариантов, конечно, много разных, но вот два базовых сценария. Один сценарий традиционный, одна из сторон побеждает. Здесь вроде бы все хорошо, и мы надеемся на нашу победу. Но надо понимать одну простую вещь. Для того, чтобы победить, нам необходимо огромное количество ресурсов. Ресурсов, которые сейчас Украина лишена в силу войны. Если у России есть свои ресурсы, внутренние, даже несмотря на санкции. Есть свое топливо, нефть и газ, есть масса других ресурсов. Да, у них там не хватает комплектующих, и мощные санкции Запада ослабляют Россию изнутри, ослабляют в том числе военный потенциал. Но даже инерционно у России ресурсов гораздо больше, чем у нас. А мы, чем дольше длится война, тем сильнее экономически и с точки зрения поставок оружия, зависимо от наших международных партнеров. А они нам помогают не в полном объеме. И вот в том числе из-за вот этих задержек процедурных, бюрократических, о которых мы уже говорили. Поэтому, знаете, нам, конечно же, хотелось бы надеяться на быструю победу, но мы сейчас с той поддержкой, которую имеем от Запада и с нашими нынешними ресурсами, максимум можем успешно обороняться. А для того, чтобы перейти в контрнаступление, ресурсов нам не хватает. Поэтому война может затянуться. И вот если война затягивается, появляется второй базовый сценарий, когда обе стороны понимают, нет другого выхода из войны, как переговоры и поиск какого-то рационального компромисса. И Россия, я думаю, пока сейчас не готова к таким взаимоприемлемым компромиссам. Они, активизируя военные действия на Донбассе, надеются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, укрепить свои позиции и принудить Украину к миру на своих условиях. На их условиях мы на мир не пойдем. А вот если Россия убедится, что она не сможет победить Украину военным путем, а война изматывает Россию изнутри, и могут появиться достаточно серьезные внутренние проблемы, вот тогда Россия может созреть до какого-то более-менее рационального компромисса. Когда это произойдет, сказать невозможно. Я не берусь здесь делать прогнозы в стиле Арестовича. Нет таких методик, которые бы позволили нам сделать прогноз, как долго будет идти война или когда Россия созреет к переговорам. Вопрос открытый. Что касается переговоров с Путиным. Да, после бывшей Карматорска, конечно, эмоционально это не нравится большинству украинцев, это вызывает отторжение, какие переговоры с современным Гитлером, как на это можно идти. С точки зрения эмоций я бы согласился. А вот с точки зрения здравого смысла надо понимать, пока Путин во главе России, это единственный человек, который принимает окончательные решения. Вот готов он сейчас к взаимоприемлемым компромиссам с Украиной. Скорее нет, чем да. Вот моя субъективная точка зрения. Что будет завтра, не знаю, посмотрим. То, что Россия уже принимает, но в всяком случае принимала на переговорах в Стамбуле украинские предложения, то, что она их уже рассматривает, это уже серьезный прогресс. Потому что раньше они только ультиматумы нам ставили. Еще один важный момент, на который я обращу внимание. В России даже сам факт переговоров с Украиной, и то, что российская делегация приняла предложение у Украины, и даже как-то благожелательно отреагировала, это вызвало бурю эмоций и резкую критику. Там тоже идет борьба своих партий войны и условной партии мира. Ну, в очень больших кавычках, но тем не менее. И это тоже предмет дискуссии для российского руководства. Там, мне кажется, одни хотят добиться полной победы над Украиной, что вряд ли возможно. А другие понимают, насколько большие риски для России возникают, и они все-таки признают, что необходимо двигаться переговорным путем. Поэтому там тоже нет полной готовности. И я думаю, что Россия более серьезно начнет относиться к переговорам с Украиной только в случае новых военных поражений, или как минимум, если ей не удастся достигнуть заявных целей в войне, она будет все более увязать в военных действиях. И тогда они будут понимать, что придется вести реальные переговоры с Украиной. Но есть риск. Вот тоже отмечу этот момент. Риск огромный, связанный с тем, что Россия может предложить сценарий не мира, а замораживания этого конфликта, или полузамораживания, как это было с конфликтом на Донбассе. То есть перемирие, прекращение активных военных действий, сфиксация линии фронта. А это будет означать, что Россия увеличит число оккупированных территорий в Украине. Вот где проблема. И это, конечно, нас не устраивает. Поэтому проблем и препятствий на пути к миру гораздо больше, чем видится сейчас. И это не только проблема встречи с Путиным. Тут есть паральная сторона, а на самом деле проблема есть гораздо более серьезная. Поэтому надо реалистично оценивать ситуацию с переговорами. Они, пожалуй, неизбежны. Но мы не можем согласиться на российские ультиматумы. Поэтому только лишь либо поражение России, либо патовой ситуации в военных действиях вынудит Россию к каким-то более реалистичным переговорам. Владимир, я хотел бы вас поблагодарить от себя лично и от всех наших зрителей за эти комментарии. Вам хорошего дня. Спасибо вам огромное. Спасибо.